всем привет у нас с вами 5 влог начался с очередной уличной еды вот так называется это место будете в городе как говорится заходить это перекресток улицы ой как же она называется господи грузенберг грузенберг вот так вот здесь я постараюсь медленно поворачиваться чтобы никого ни у кого голова не закружилась здесь новое отреставрированное здание здесь как я понимаю отель-бутик замечательно и здесь реставрируется здание телевиз просто потрясающие великолепный начинает расцветать смотрите какая интересная одетая девушка сидит и мы с вами находим обходим растение что мы тут имеем сейчас будем давая ручка что это хомос финна это молотый кунжутные семечки тип того морковка свекла хищный хлеб смотрите какие шикарные красивые тарелки глиняные у меня это котлеты мясные с томатном соусе с рисом а у тебя что кускус овощами мяса крупа такая это из муки сделанная да ворочек мелкая такая баста из муки собачка доска для свекла обычная телевизор жильщик милиса занята она рассматривает собаку для милис скажи как это лавочка прошла мимо я и не погладила вот здесь вот новый отреставлированный дом какая красота розовый такой наверное он так был изначально исторически а там смотрите вот он для контраста совсем много другая архитектура красота а это полицейская психологическое средство обчарка нарисована сзади и вот здесь вот к бокам окошки кондиционеры все условия для четвероногих служебов там одно окошко открыто видимо там бёс вот такие вот отличные марокканские тарелки кстати марокканская еда лишь то что упали упали на бис еще раз так как открывается шикарный вид вот как на все это там как-то идут лестницы бандема и кухня какая прелесть я прям упали на себе какая красота единственная проблема таких мест что они работают только на обед то есть они готовят это вся еда она готовится очень-очень долго это не что-то быстрое что готовится на месте если закончилось все все что приготовили ночью оно заканчивается в обед и кто не успел тот опоздал и обычно они работают вот у них здесь есть видите мотороллер они работают как тейк увей как и посылки кому надо на обед и так далее поэтому кто не успел добежать на место в обед тот остался без обеда вот это было классно вообще мы сегодня планировали закончить с нашими костюмами напуним да мы закончили причем намного быстрее чем рассчитывали потому что как-то вдруг случайно где-то нам попалось последнее из того что мы искали так что скоро пурим оставайтесь с нами и вы увидите наши костюмы так мы сейчас с вами идем по улице мы уже идем по на халат беньямин на халат беньямин здесь магазин как видите ткани и все остальное то есть кто хочет делать костюм на пурим welcome на на халат беньямин тут есть все что нужно для того чтобы сшить все что угодно на этой улице мы покупали мне материал на свадебный мой костюм кто не знает я выходила замуж в браке это был по моему белый шелга дживанши такой в полосочку превосходный просто тоже все все было отсюда вот такая вот улица дома с собачками старые здания которые часть отреставрированы часть нет и погода сегодня видите какая совсем не такая как мы все привыкли и тут перья еще какие-то странные вещи материалы разные вот тут тоже что только нету сейчас очень интенсивно все повывешивали вот эти вот перья и все остальное потому что пурим праздник карнавал причем в отличие от хэллоуина в этот праздник наряжаются не только в дьявольских разных смотрите какой там дом красивый сейчас немножечко в отличие от хэллоуина как я уже начала говорить на пурим наряжаются не только в разных адских и дьявольских персонажей но наряжаются и в кого угодно красивый полосатый материал смотрите сколько голова не закружилась ой нет это какой-то даже не полиэстер а что-то еще хуже как он называется этот материал нейлон что-то такое еще эластичное вот такой кошмар и в общем в каждом из этих магазинов вот такое буйство материала разного причем зайдешь в один магазин спросишь а где там что-то тебе тут же скажут вон пройди зайди к такому-то у него а если у него нет он пошит тебя в следующий магазин смотрите вот это здание какое потрясающее оно находится еще в процессе оно не дореставрировано видно у него вот видите тут не хватает поэтому здесь и граффити потому что оно еще не закончено вот еще одно здание тоже здесь по бокам магазины с материалами все это раньше были жилые особняки первых людей которые приехали начали возвращаться в эту страну а здесь вот еще не доделаны дома старые которые еще нет здесь далеко не все дома будут восстанавливать некоторые вот как хотя я не знаю может это тоже что-то вот типичный баухаус восстановлены здесь вот тоже будет потрясающий особняк когда видите его сначала подпирают потом вот так латают потом постепенно постепенно все это закрывают лесами вот только что открыли вот этот потом будет этот наверное я уже вижу это будет потрясающий дом может какое счастье что останавливаются эти старые талерийские дома это это просто как будто шагаешь такое историческое прошлое здесь тоже один дом сделан и второй не сделан вот этот который видите перед собой с граффити этот еще не сделанный а вот этот который старый не знаю я так это все люблю вот этот разваленный а вот тот видите бежевый вот он рядом с ним он отреставрирован не так давно там сейчас бар вот здесь дом реставрированный тоже смотрите какой красивый потрясающе когда вот это все дореставрируется это будет просто и вот этот я вам показывала тоже это будет невероятной красоты место с разными стилями с разными боже смотрите наверху еще там доделывают что-то в общем улица будет потрясающая когда это все завершится и там базар это здание облоданная кукуруза видите кукурузный початок который хорошо поели это улица алленби которая в свое время была одной из главных таких тусовочных улик это будет сушенки а теперь она не знаю то ли возрождение у нее по третьему кругу то ли что будет потрясающе красивый вид когда вот этот дом тоже будет восстановлен что этот человек там делает это или это скульптура или это человек это человек я не знаю что он делает ему мешает это растение на крыше как бы на секунду это очень высоко чтобы делать такие маневры я иди с мамой но ощущаем что это ну это 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 ситуация решиться куда-то или вот так и будет там стоять назад полез но слава богу хоть я не стала очевидцем Странного явления Сегодня мне написали, что я злая До этого мне написали, что у меня живот дряблый Я беру белую простыню И отползаю в сторону кладбища Чтобы не напрягать там ритуальную компанию Заворачиванием меня в белую простыню Кто не знает, что евреев Хоронят в Израиле только Традиционно То есть можно Откопать себе и кремирование И все что угодно найти, но по сути Это Традиционное погребение Никто особо не возмущается И хоронят без гроба Заворачивают специальный материал ритуальный Поэтому вот это Берите белую простыню, отползайте в сторону кладбища Чтобы уже заранее, знаете, готовеньким быть И никого не утруждать Смотрите какой Котеночек Какой же котеночек Ну Котеночек, привет Он даже не обратил внимания на меня, ему так важно Что я хотела сказать Насчет того, что люди злые, не злые Вы знаете Многие считают меня злой, потому что я говорю то, что я думаю И меня мало интересует, что при этом кому-то это не понравится, кто-то обидится Потому что если всегда жить с тотальной оглядкой на весь мир То нифига не выйдет Я понимаю заботиться о чувствах близких людей Я не могу заботиться о чувствах всего мира Не могу Это тяжело и невозможно Здесь базар со всяким барахлом Еще что хотела сказать Да Вчера мне тоже пришел интересный комментарий на тему того, что вы сами себе противоречите То вы говорите Приносите в инстаграме себя соболезнования Турции По поводу теракта То вы говорите в другом видео Что я говорю там, видео у меня на втором канале Что вам все равно до мировых трагедий Вы знаете, я говорила, что мне все равно до Даже не все равно А я не могу Надевать траур по каждому мировому теракту По каждому теракту, который произошел в мире Не могу Поэтому я буду продолжать снимать свои видео На тему косметики Всякой остальной ерунды, как многие считают Потому что я не могу надеть траур по всему миру Да, но это не значит, что мне это все равно Это не значит, что я не сочувствую Не сопереживаю тем людям Вот как в Турции вчера случилось Абсолютно нет Это трагедия Но я не могу по каждой трагедии надевать траур Потому что у нас своих трауров хватает И даже у нас не принято надевать траур По всем погибшим сегодня, которые были погибшие в терактах Потому что иначе круглые сутки, круглый год будет траур Многие об этом не знают Но у нас гибнут люди каждый день в терактах Тогда, когда случилась ситуация с российскими туристами Меня все начали спрашивать А как же, а почему, откуда А как же у вас так случилось Полгода это происходит Срок человек уже погибло за эти полгода Вот такой поножовщины Поэтому Если каждый раз по каждому человеку Устраивать этот траур Мы бы полгода жили за день в дня В день в трауре И надо разделять четко Я не надену траур Между тем, что Это трагедия Я переживаю, сочувствую людям Поэтому Вот такая ситуация Сколько лет я хожу по этой улице Но никогда не видела Такой замечательный вид На дизингов центр Это просто потрясающе Я сейчас подхожу Опять же, как обычно К муниципалитету Тель-Авива И вдруг повернулась В другую сторону А там башенка Дизингов центр Смотрите сегодня Какой у нас Пыльный Такой ужасный воздух А я думаю Что я сегодня так сильно кашляю Ужас Пыль воздуха А потом люди говорят Это у вас отдышка Потому что Как мне кто-то написал Потому что А, это влияние Вашего психического состояния Так вот я вам скажу Вот оно психическое состояние Видите, это не туман Это пыль Тут не только что отдышка Будет вообще копыта Отбросишь дышать таким Но Видали мы ситуации хуже Поэтому Я не надеваю Никакую маску Сейчас еще терпим Бывали ситуации Когда Ну я показывала В видео Когда реально Я одевала бандану На лицо Чтобы просто Можно было дышать Смотрите Какой бунварчик С пальмами Сейчас по центре Еще немножечко встану Чтобы вам было видно Вот Ладно Вот это муниципалитет Тель-Авива А эта штука для Слепых пикает Медленно пикает Когда стоять А быстро Когда идти Меня все просят Показать море Елки-палки Я почти не бываю на море Надо специально сделать вылазку На море И Поснимать А тут смотрите Вот еще одна такая же штука Которая пикает Слышно? Куда нажимать? Я даже не знаю Сюда наверное Ясно? Нажал Оно тебе сказало Что оно тебя услышало Ждем Ждем Слышите? Затекало быстро И здесь тоже самое Тикает Вот оно Ах вот она площадь А я сегодня Вот такая На улице погода Непонятная То ли жарко То ли холодно То ли непонятно Что вообще Вот он Муниципалитет И это Антарта В память Жертвам катастрофы Европейского еврейства Смысл Антарта И что внизу Как будто горит огонь И вот это все Наверх расходится Души человеческие Которые улетели В небо И там пруд Ну я здесь Вам уже все 150 тысяч раз Показывала Оливковое Конечно Дерево Как символ Мира Посреди этой площади Здесь же Был убит Пример Министр Израиля Ицхак Рабин Чуть больше 20 лет назад Спускаясь Там с лестницы И с тех пор Эта площадь Стала площадью Ицхак Рабина А до этого Была площадь Малхай Израиль Кровей Израиля Кстати Я когда начала Немножко говорить Своих Видео На иврите Я обнаружила Что у меня Практически Нет акцента Я думала Что я говорю С жестким Русским акцентом Оказалось Когда я сама Себя послушала Что Нет Странно Меня это удивило Хотя сейчас Кто-нибудь Напишет Да конечно Да ужасно Да ладно Я тоже не глухая Вот хочу вам показать Очередной раз Видите Как выглядит Пыльная буря Вот это Пыльная буря Представьте Что происходит В воздухе Причем Причем Так выглядят Практически Все автомобили Вчера Эта машина Была чистая Поэтому Я часто Говорю Я в этот период Езжу на грязной Машине Потому что Это мартышкин труд Просто Мартышкин труд Все машины Такие Видите Это тоже Такое Побито Все Таким Ужас Представьте Чем мы дышим В воздухе Устала Знаете Оказывается Я вот заметила Очень многим блогерам Говорят Вот про эту отдышку Я сейчас подумала Что Когда ты Достаточно молодой Очень быстро Входишь И ты бежишь Из пункта А в пункт Б И при этом Ты хочешь еще снять Видео Что-то рассказать Это просто нереально Что ты не задыхался Это самое сложное Что есть Идти быстрым шагом И говорить Это как Певцы Которые танцуют И поют Посмотрите Как мало из них Работают без фонограммы Мадонна разве что Бритни Спирс Еще может быть парочка Майкл Джексон Тоже такой был Но у него Случались перебои В дыхании Вот Поэтому Что хотела сказать Сейчас был такой Интересный случай К теме Что я очень злая тетка Да Мне один раз сказали Вы назвали Свою какую-то Подписчицу Теткой Я и себя Называю теткой Когда я рассказываю Какие-то Моменты В жизни Которые достаточно В общем Я тоже злая тетка О чем я У нас Очень нудно И очень много Звонят Звонят Наверное правильно Говорить Да С рекламы На мобильные телефоны Это просто какая-то И вышел закон Что нельзя И стали звонить Еще больше Это просто какой-то кошмар День и ночь Одно Второе Третье Пятое Постоянно Кто-то Что-то тебе Хочет продать Предложить И я даже не знаю Что какое-то Причем иногда Это моя сотовая компания Или моя Телевизионная компания Или моя компания У которой я покупаю Минеральную воду И я даже Мне объясняют Что я уже их клиент Я просто их посылаю Потому что Это реально Вы получаете По 20 звонков В день спама И они все И они все так начинают Обычно Невинно Здравствуйте Я говорю Здравствуйте Меня зовут Так-то Очень приятно Как ваши дела Как ваши настроения Начинают так Издалека А ты тратишь свое время Я-то жду Может быть Это кто-то из клиентов Или что-то Знаете Не хочется Сразу хамить Но по сути Клиенты не так Начинают Мой разговор Но все равно Не хочется Сразу Потом уже Я стала посылать Сразу Потому что Я сразу Понимаю Что это И вот сейчас Сижу Пью кофе Разговариваю С клиентом Пью кофе Разговариваю С клиентом Понимаете Идет разговор Я для того Чтобы Звонить телефон Я оставляю Клиенту Извини Я ему отвечу Номер незнакомый Может быть Кто-то Отвечаю Отвечаю И женщина На таком Хорошем Русском языке Мне говорит Скажите Это частный номер Или это бизнес И тут я уже Понимаю Что человек Явно Звонит С какой-то рекламой И просто Он должен Выяснить Подхожу ли я Чтобы эту рекламу Мне втюхивать Я говорю Скажите А какое В общем-то Вам Дело До этого Затем Проследовала пауза И человек Мне так возмущенно Отвечает Это как Вы мне так Отвечаете Какая вы Хамка Представляете Человек Нарушил Да Мою работу Прервал Чтобы Втюхать Мне какую-то Рекламу И возмутился Еще Что я Спросил Какая ему Именно разница Понимаете Как бы Когда люди Нагло Влезают В твое личное Пространство Занимает Твое время Они почему-то Очень сильно Удивляются Когда ты им Даешь отпор Ты априори Должен Развесить Уши И позволять Использовать Себя Иметь Как угодно Я не понимаю Я не могу Понять Почему Люди Которые Втюхиваются В наше Личное Пространство И получают Отпор Очень сильно Удивляются Когда получают Этот отпор Почему Ты не готов Если ты лезешь Своими ручищами К другому Человеку В наглую Ни здрасте Ни до свидания Не сказала Ничего Скажите Че А может Вы сначала Спросите Могу ли я Сейчас с вами Говорить Как бы Хеллоу Сейчас кто-то Скажет А вот так Не знаешь Номер не отвечаю Так я могу Не отвечать Никому И своих клиентов Просто всех Заблокировать И до свидания В общем Это большая У нас проблема Сейчас Я думаю Кто из Израиля Прекрасно понимает О чем я говорю Знаете Сейчас у меня Новая система Появилась Когда у меня Есть время Свободное время От работы Я могу Даже С человеком Начать разговор А мне говорят А вот я Есть такой Вы знаете Вы как Русскоязычный Израильтянин Вы должны Смотреть Меня Я блогер С ютуба Меня зовут Ксения Теребя Обязательно Зайдите На ютуб Вот Откройте Прямо Сейчас У вас Есть Как Наверное Какой-то Смартфон Правильно Откройте Пожалуйста Аппликацию Свою Ютуб Она у всех Есть Она Выглядит Вот так Берите Ксения Теребя Пожалуйста Подпишите Я буду Вам Товар Такой И часто Очень Мне звонят Именно Русскоязычные Видят Где-то Справочники Ксения И прям Пошло Так что Вот так Я начинаю Теперь Втюхивать Раньше Я просто Посылала Отвечала Иронизировала А сейчас Просто Я начинаю Рекламировать Себя И люди Просто Впадают В ступор От этого Вот Так что Я думаю Кто из Израиля Тот меня Понимает Что это Просто Вымораживает Мозг Постоянные Звонки Тем более Когда ты человек Который Работает С другими Людьми И К тебе Входит Очень много Звонков С неизвестными Номерами Это Вымораживает Еще сильнее У меня И так Стоит Блокировка Всех Звонков До 12 Часов Дня Могут Дозвонить Только Самые Близкие Которые Отметила Потому Что Просто Невозможно Даже Спать Начинать С 8 Часов Утра Названивать Кстати Касательно Моей Работы Кто Спрашивал Как Если Я Столько Сплю Как Ж Где Ж Я Работаю Как Ж Выходит Во-первых Я Фрилансер Да Мир Подождет Мне Одна Подписчица Написала Как Ж Мир Остановится И Подождет Как Ж Бизнес Кажда Как Ж Все Остальное Да Мир Остановится И Подождет Я Фрилансер И Клиенту Совершенно Наплевать Когда Я Большинство Людей Которые Устраивают Допустим Какая Нибудь Хай-тек Компания Которая Хочет Устроить День Спорта Естественно Они Пошлют Человека На Переговоры Со Мной Вряд ли В 8 Часов Утро Потому Что В 8 Часов Утро Он Работает Понятно Что Человек В это Время Сам Работает И Скорее Всего Эти Встречи Будут Происходить Ближе К вечеру Когда Люди Могут Уже С работы Пораньше Слинять Или Уже Днем Или В обед Поэтому Такая У меня Работа Мне Не надо Вставать В 8 Часов Утро Если Я Иду На Соревнование В 8 Часов Утро Если Мне Надо Быть На Сборах Рано Хотя На Сборах Сейчас Тоже Я Там Рано Не Стоит Потому Нет Никакой Нужды Все Достаточно Четко Работает Поэтому Да Вот Так Но Для того Чтобы Так Работать Я 10 Лет Скакала Как Бобик Заводной Понимаете Это Не Я Вспоминала Как Мы Ездили Раньше На Сборы 15 Лет Назад Знаете Сейчас Это Все Настолько Я Тоже Знакомому Одному Рассказывала Знаете Сейчас Настолько Все Облегчилось Просто Ничего Не Надо Делать Потому Что Знаете Раньше Как Мы Ездили На Сборы Наверное 10 Человек Нас Ехало На 10 Человек Найти Место Которое Ну 15 Сейчас 30 40 50 Ездит Смотря Как В Какой Период Времени Летом Или Вот Сейчас И Чтобы 15 Человек Куда-то Впихнуть Во-первых Тяжело Найти Место Потому Что Все Базники Спортивные Они Предпочитают Большие Команды И Когда Просто Образовалось Место Большой Спортивный Зал Раньше Они Были Везде По Одному Сейчас Я Вам Показывала Когда Мы Были На Сборах Там В каждом Таком Отстроено Уже Несколько Тоже Обычно Он Занят Больше Команды Тебе Невыгодно Его Брать На Аренду Потому Что Это Дорого У Тебя Мало Людей И Большой Зал Часто Кто-то Забирал Другой Татами Нигде Не Было Надо Было Тащить В автобус Загружать Свой Татами Потому Что Очень Часто В том Месте Который Ты Нашел Подходящее Для Своего Клуба Который Готов Принять Небольшую Команду Там Нет Татами Надо Было Брать Автобус Или Тащить Татами Татами Чтобы Взять Достаточное Количество Надо Было Заехать Несколько Наших Клубов И Собрать Оттуда Теперь У меня В каждом Клубе Есть По 100 Метров Татами Мне Не надо Никуда Ничего Возить Теперь В каждом Таком Спортивном Центре Нас Принимают Большую Радость Потому Что Мы Приезжаем Большой Командой Мы Именно Та команда Которая Берет Большой Зал Потому Что Нам Это Выгодно И Залов Сейчас Стало Везде Намного Больше И Нет Никакой Проблемы А раньше Это Была Подготовка Месяц Надо Было Всю Эту Логистику Составлять Месяц Сейчас Это Ничего Не Стоит Сейчас Я Это Делаю Вот Так Вот И Все Готово Никакой Проблемы Нет Абсолютно Но Вы Знаете Кто Не Прошел Через Это Кто Носом Землю Не Рыл Кто Месяц Не Готовился К Одной Маленькой Вещи Тут Не Может Хорошо Построить Свой Бизнес Потому Что Рано Или Поздно К Сожаление В Бизнесе Случаются Такие Вещи Ты Не Знаешь Как С ними Быть Что С ними Делать Это Большая Проблема Начинать Надо Всегда С Надо Мне Сделать Вообще Отдельное Видео На Тему Бизнеса Потому Что Люди У меня Спрашивают Как Начать С На этом Все Я Буду Травиться Своей Кока-колой Мне Недавно Кто-то Написал На Мой Детский Канал На Тему Что В Кока-коле Не Детической Простой Много Сахара Вы Знаете В конфетах Много Сахара В Кока-коле Много Сахара Просто Не Надо Кока-колу Пить Каждый День Ребенку Как Воду Раз В Неделю Ребенок Может Выпить Стакан Кока-колы И Ничего Не Случится Вот Поверьте Мне Ничего Не Случится Это То же Самое Как Система Питания Взрослого Человека Я Позволяю Себе Выпить Пол-литра Кока-колы Через День Я Позволяю Себе Выпить Один Стакан Кофе Раз В день Не Три Не Четыре Один Позволяю Потому Что Иначе Если Не Позволишь Себе К этому С умом И приучать Ребенка К тому Что Иногда Это Можно Но Не Всегда Это Не Вода Которую Ты Пьешь Макдональдс Это Не Еда Которую Ты Ешь На Постоянной Основе Но Если Тридцать Процентов Твоего Рациона Недельного Составляет Фастфуд Ёлки-палки Ты Выживешь Ты Будешь Чувствовать Замечательно Это Нормально Вот Такое Было Завершение Сегодняшнего Влога Все Всем большое Спасибо За просмотр И увидимся В следующих Видео Пока-пока